76 человек, 12 команд были задействованы в проведении 15-го районного конкурса названия лучшей по профессии в системе ЖКХ. Конкурсы, считают его организаторы, жизненно необходимы, особенно сегодня, когда идет смена кадров. Не случайно команду ЖКХ «Горки-10» возглавил директор предприятия. Безусловно, мы поощрим своих работников, тех, которые участвуют, потому что тоже нужно своеобразное мужество иметь. У нас сотрудники не молодые, а здесь такая процедура, любой конкурс, это для молодых больше подходит. Но наши сотрудники все равно даже в этом направлении отличились, безусловно, мы их поощрим, наверное, как финансово, так и добрым словом тоже. В районном конкурсе оценивается только теоретическое знание. Экзамен по практике будут сдавать 16 сентября в Королеве. Вопросы непростые, с учетом последних инноваций. Члены жюри Ольга Хохлова и Светлана Жаринова внимательно ведут подсчет набранных баллов конкурсантов и время в работе. Прошел быстро, четко, ответственно и, в общем-то, дали хорошие результаты, очень многие. Конкурсы нужны для того, чтобы люди как-то, наверное, осознавали нужность своей профессии, в том числе немножко подтягивали свои знания, потому что все-таки так или иначе они садятся и читают конспекты, учебники. Это как-то немножко все-таки, наверное, придает значимости. 15 лет подряд, не пропустив ни одного года, Зинаида Кузьмина и Лидия Милова награждают победителей. Они убеждены, конкурсы поднимают престиж профессии, заставляют шагать в ногу со временем, не останавливаясь. Нельзя запускать эту работу и нельзя руки опускать, а нужно все-таки идти, наверное, по пути прогресса. Так как на предприятиях много техники приходит новой, приходится знакомиться. И сам работник, как вам сказать, может постесняется что-то спросить, а здесь все вместе и друг от друга все узнают. И дальше будем продолжать эту работу, несмотря ни на что. 36 человек стали лауреатами. Особыми дипломами отмечены Григорий Платонов за верность профессии, его стаж в теплосетях – 42 года. И Светлана Шабанова. Она меньше всех сделала ошибок в ответе на вопросы оказания добрачебной медицинской помощи. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Диплом. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова